Добрый день! Сегодня мы продолжим тему стабилизаторов напряжения. Сначала давайте вернёмся к схеме линейного стабилизатора. И вот зачем. Для сравнения КПД линейного стабилизатора напряжения и импульсного стабилизатора напряжения. Давайте посмотрим. Мне пришлось немножко видоизменить схему, чтобы получить одинаковые параметры на входе и на выходе. На входе у нас 20,5 Вольт на этой схеме. На схеме импульсного стабилизатора 20 Вольт. На выходе тоже приблизительно 5 Вольт. Здесь 5,23 Вольта. На импульсной схеме у нас 5,05 Вольта. Давайте теперь включим нашу схему и посмотрим. На нагрузке у нас выделяется 2,74 Вт. Теперь давайте посмотрим, сколько у нас остаётся на транзисторе. На транзисторе у нас падает 7,95 Вт. Давайте посчитаем потребляемую мощность от источника питания. 20,5 Вольт. Мы умножаем на 0,523 Вольт. Получаем 10,7 Вт. Теперь давайте посчитаем КПД нашего стабилизатора напряжения. 2,74 Вольт. Разделим на 10,7 Вт. И получим 25, если округлить, 26% КПД линейного стабилизатора напряжения. Теперь давайте включим схему импульсного стабилизатора напряжения. И сделаем то же самое. На нагрузке мы получаем... Сейчас схема войдёт в стабильный режим. На нагрузке мы получаем 1,28 Вт. Теперь от источника мы получаем 1,77 Вт. Ну, пускай будет 1,78 Вт. И считаем. 1,28 Вт делим на 1,78 Вт. И получаем 72% КПД. Теперь давайте ещё раз уже идёт речь о КПД. Давайте изменим потребление нашего источника питания на нагрузке в 10 раз. Так, мы получаем потребление нашей схемы 21 Вт. На выходе мы получаем 12,7 Вт. Опять пересчитаем наше КПД. 12,7 Вт разделим на 21 Вт. И получаем 60%. КПД упало, поскольку потери при больших токах увеличиваются. Транзистор работает в ключевом режиме. И во время фронтов импульсов у нас падает КПД. Теперь давайте посмотрим сам транзистор. Сколько у нас падает на транзисторе. На транзисторе у нас падает 1,6 Вт. А теперь давайте вернёмся к нашему первому режиму нагрузки. 20. И посмотрим. И мы получаем на транзисторе всего лишь 150 мВт. Даже ниже. 120-150 мВт потребляет, вернее падает на нашем транзисторе. Это за счёт того, что наш транзистор работает в ключевом режиме. Теперь давайте немножко поговорим о самой схеме нашего блока питания. Что он из себя представляет? Вот это вот усилитель постоянного тока с общим эмиттером. Оба транзистора включены. Конденсатор С2 образует положительную обратную связь для генерации импульсов высокой частоты. Вот это у нас компаратор. Стабильное напряжение на эмиттере транзистора Q3 сравнивается с выходным напряжением на делителе напряжения на базе транзистора. И результат сравнения у нас подаётся на наш мультивибратор для управления частотой и скважностью импульсов нашего генератора. Когда при заряде конденсатора напряжение увеличивается до сравнения напряжения на эмиттере и базе, у нас транзистор открывается и прикрывает транзистор BC307AP. Давайте уберём конденсатор С2. Из схемы мы исключили конденсатор С2 и посмотрим, будет ли работать наша схема. Давайте мы включим. И как видим, наша схема всё равно работает. Так как ключевым усилителем у нас управляет транзистор Q3. Но КПД при этом у нас падает. Вот давайте мы попробуем померить. 1,28 так и осталось 1,27. А теперь на источнике питания мы получили 1,85. 1,27 разделим на 1,85. И мы получаем коэффициент полезного действия 68%. То есть он у нас упал аж на 4%. И давайте ещё раз вернём наш конденсатор и сравним. На выходе у нас 1,28. 1,28. На входе 1,78. 1,28. Да, где-то 1,78. 1,28. Разделим на 1,78. И вот наши 72% КПД. На дросселе L1 у нас накапливается энергия в момент, когда транзистор Q1 у нас открыт. Чтобы не потерять энергию, накопленную на дросселе, у нас стоит диод D3, который возвращает энергию, накопленную на дросселе в нагрузку. И для того, чтобы продемонстрировать, как он это делает, смотрим, исключаем тоже его из схемы. Включаем. Как мы видим, в нагрузке у нас осталось те же 1,28 Ватта приблизительно, а теперь даже 1,25 Ватта. 1,24, 1,25 Ватта. 3,25 Ватта. 5 Ватта. Да, 5 Ватта у нас потребление идёт. 1,25. Делим на 5. И получаем 25% КПД импульсного стабилизатора напряжения без диода D3. Вот как сильно влияет на КПД вот эта вот цепочка. А теперь немножко о деталях на таком стабилизаторе напряжения. Q1 – отечественный аналог КТ-825 Q2 – отечественный аналог КТ-3107 Q3 – отечественный аналог КТ-3102 Стабилитрон D2 – отечественный аналог КС-139 D3 – диод D3 – мощный отечественный аналог КД-213А Катушка. Некоторые мотают его на ферритовом кольце, чего бы я не советовал. Лучше мотать катушку на броневом сердечнике с зазором, потому что через катушку L1 проходит постоянный ток и существует угроза намагничивания сердечника, после чего он теряет свои магнитные свойства. Поэтому лучше мотать на броневом сердечнике. Давайте еще посмотрим влияние сопротивления на выходное напряжение. Вот сейчас у нас 65% R7. Давайте увеличим. И смотрим, как у нас напряжение упало. Смотрим. Мы имеем 4,84 В. Крайнее положение ставим. И сейчас посмотрим, какое же напряжение у нас на выходе получилось. Чем отличается схема импульсного стабилизатора напряжения от линейной схемы стабилизатора с эмиттерным повторителем? Тем, что здесь легко регулируется выходное напряжение на выходе. Вот мы получили 4,31 В. В той же схеме, давайте мы глянем на нее, напряжение на выходе зависит от стабилитрона. Собственно, зачем я поставил D4? Для того, чтобы добиться выходного напряжения 5 В, мне пришлось добавить обычный выпрямительный диод для увеличения падения напряжения между базой и землей. Я получил на выходе 5,2 В. А здесь мы сопротивлением регулируем в широком пределе. Вот, пожалуйста, у нас на выходе 7,35-34 В. Как видим, от 4,3 В до 7,3 В мы регулируем это напряжение. И его можно изменять в других диапазонах. Изменив номиналы сопротивлений R5 и R6, вы измените выходное напряжение так, как вам необходимо. И теперь давайте попробуем изменить, вернем наши 65%, и попробуем изменить напряжение источника питания. Это у нас 20 В, а мы поставим 10 В и посмотрим, что у нас произойдет. На выходе мы имеем 5,02, 1,6 В, 1,65 В и на выходе 1,27 В. И считаем 1,27 делим на 1,65. И получаем коэффициент полезного действия 77%. А теперь давайте посмотрим, если мы увеличим напряжение. Поставим мы здесь 40 В. Ну, как вы видите, ничего страшного не произошло. Мощность на нагрузке у нас осталась 1,28-1,29 В. Напряжение у нас выросло до 5,09 В. 1,28 В, 1,29 В. И здесь на входе мы имеем мощность 2,15 В. Давайте посчитаем. 1,29, разделить на 2,15, на 2,15. И мы имеем коэффициент полезного действия 60. Изменяя входное напряжение в таких широких пределах, мы получаем всё равно довольно высокий КПД нашего стабилизатора напряжения. И давайте в таком режиме померяем мощность на транзисторе. Как вы видите, мощность на транзисторе не сильно, вернее, она даже упала. 70 мВт падает у нас на транзисторе. Средняя мощность 70-80 мВт. Вот так работает импульсный стабилизатор напряжения. А на этом у меня всё. Если понравилось, ставьте лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова